Всем привет! Меня зовут Маша. В этом видео я покажу, как проводить консервацию бензогенератора Хютер. Если вы не планируете использовать генератор более трех месяцев, то мы рекомендуем поставить его на консервацию. Этот процесс подразумевает под собой смазывание деталей и слив всех жидкостей, которые находятся в технике, что защитит ее от коррозии. Проводить консервацию советую на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Через некоторое время топливо имеет свойство разлагаться на составляющие. В результате смолистые отложения забивают карбюратор, топливный кран, топливный шланг и бензобак. Чтобы этого не произошло, следует слить остатки бензина. Для этого необходимо закрыть топливный кран, подставить пустую тару и открутить отстойник топливного крана для удаления бензина. Для удобства поднесите лейку и откройте топливный кран. После того, как бензин сольется, закрутите отстойник. После подставьте емкость под карбюратор и слейте остатки топлива из поплавковой камеры, вывиньте в пробку. Затем следует остановить пробку обратно. Не забывайте крепко затянуть соединение. Далее необходимо залить в топливный бак от 50 до 100 мл смазочного масла и равномерно распределить его внутри, наклоняя генератор. Перед хранением желательно заменить масло. Для этого необходимо слить старое, открутив сливной болт и залить необходимое количество нового масла, например, Хютер 10В40. Чтобы защитить трущиеся детали поршневой группы, необходимо снять высоковольтный провод и вывинтить свечу, используя торцевой ключ. В камеру сгорания залейте 20 мл смазочного масла и проверните стартер, чтобы масло окутало трущиеся поверхности. Обратите внимание, что зажигание при этом должно быть выключено. Поршень установите в верхней точке, чтобы предохранить цилиндр от образования коррозии во время простоя. Для этого вставьте воронок в отверстие для свечи и проверните стартер. Когда воронок будет выходить, это означает, что поршень в верхней точке. После установите свечу обратно и не закрепляйте высоковольтный провод. Затем снимите крышку вместе с воздушным фильтром. Удалите грязь и промойте фильтр в теплой мыльной воде. Ополосните в чистой. Перед установкой полностью высушите его. Если вы пользуетесь аккумуляторной батареей, то ее необходимо отключить, снять и хранить в отапливаемом помещении. Рекомендуем очистить все детали генератора от скопившейся пыли и грязи. После этого агрегат желательно накрыть чехлом или убрать в коробку. Рекомендации по работе с генератором и указания по уходу за ним подробно описаны в инструкции по эксплуатации. Обязательно ознакомьтесь с ней перед использованием. Всем пока, еще увидимся!